Давайте-ка мы с вами поговорим о том, как устроенные работают органы чувств у человека. Маленький кусочек физиологии восприятия. И первый вопрос будет о том, как вам. Как называются органы зрения у человека? Глаза. Ага. Биологически грамотное название этих органов – глазные яблоки. Нормально. Хорошо. Ну, исходя из этого, человек видит глазами? Да. Глазное, да? А это значит, если глазами все в порядке, то у человека 100% жилье. Если все в порядке. Нет. Нет. А как так? А также еще и нервы есть, которые идут от глазок, мозг. Если он поврежден, то как бы это тоже не будет. Ага. И еще что есть? Ну, есть палочки и полночки еще, которые… На детали глазу. Ну, да. А, еще и зона мозга там может быть. Да, разумеется, или нет. Человек, совершенно здоровый глазами, может быть абсолютно слепым. Дело в том, что вообще-то полному органу чувств, вот для того, чтобы у человека было ощущение определенной модальности, зрительное ощущение, звуковое, вкусовое и так далее. Вот полный комплект органов чувств будет называться анализатор. У нас с вами несколько разных анализаторов. Зрительный анализатор, обонятельный анализатор, осензательный, слуховой, тактильный, кожная чувствительность. Еще один хитрый анализатор, для которого в русском языке нет названия. Ощущение это есть у всех, без исключения. Ну, это вестибулярное. А, не только вестибулярное. Вестибулярное положение в пространстве. Согласны? Да. А, да. Пошевелите большим пальцем правой ноги. Вы уверены, что он шевелился? Да. А вы же его не видели? Все знаю. Можно чувствовать. Хорошо. Уберите руку за спину. Указательный палец отведите от всех, чтобы он не касался остальных пальцев. И пошевелите. Вы ощущаете его движение? Да. А, да. А осезание здесь играет какую-то роль? Нет. Ведь ничто не прикасается к поверхности головы. А оттуда вы знаете, что он шевелился? Мышечное чувство. Мышечное чувство. Мышечное чувство, разумеется. Важнейшая вещь, абсолютно необходимая для регуляции движения. С нарушением мышечного чувства у человека возникают тяжелейшие проблемы с совершением любого движения. Это мы с вами перечисляем основные, главные анализаторы. А теперь, каждый анализатор устроен, на самом деле, по исходной схеме. В состав анализатора будет входить орган, задача которого – принять сигнал из внешнего мира. Такой орган будет называться рецептор и обозначаться буквой это большое. Итак, в составе анализатора. Первое. Орган рецептора. Его задача – принять сигнал из внешнего мира. И во что превратить? Во что должен? В нервный импульс. В нервный импульс, совершенно верно. Рецептор зрения – глазной яблок. Рецептор слуха – уха. Рецептор осизания – кожа. Рецептор пульса – вкусовые сосочки языка и так далее. Все эти органы превращают определенный тип воздействия в нервный импульс. Но дело в том, что сам по себе орган рецептор не дает никакого ощущения от работы органа рецептора для человека. Дальше что должно быть? Дальше проводящий участок анализатора – чувствительный нерв. Проводящий участок анализатора – чувствительный нерв. Который будет ввести в центральный участок анализатора. Центральный участок всегда располагается в центральной нервной системе. И всегда будет состоять из нескольких центров. Вот так. Сигнал прошел в первичный центр. От него во вторичный. От вторичного – в третичный. Чтобы было понятнее, на примере зрения, а мы сегодня в основном выводимся как раз со зрением. Посмотрим, как это все у человека. А у человека это все вот так. Глазное яблоко на шенгере фронтного. Ведь видим мы с вами только маленький сектор глазного яблока. Только то, что видно в щели между верхним и нижним веком. Да? Вообще это такая крупная сфера. Теперь. Дальше. Головной мозг человек, который лежит в черепной коробке. Ну, рисую доски всегда очень сложно. Да, пройтись, конечно, получился. Ну, ладно. Нам это не настолько и важно. А важно лучше. От глазного дна отходит зрительный нерв. Вот этот синий пучок, который входит в головной мозг. И эти волокна нанесут информацию в первичные зрительные центры. Ну, для тех, кому интересно, находятся у нас первичные зрительные центры в среднем мозге. Это два небольших скопления серого вещества. Да, небольших группа нервов. Ну, небольшие в масштабах мозга. Мозг у нас очень много. От первичного центра информация проходит, на самом деле, по соседству вторичного центра. Извините, в промежуточном мозге, вторичного центра. А только из вторичного центра, по длинным проводящим путям, сигналы пройдут в затылочную часть коры больших полушарий. Вот сюда. И здесь назрит на корах. Тритичный центр, коровый конец. А вот теперь, неинтересно, кто может выполнить какие-то предположения? А зачем так сложно? Почему не направить сигнал от глазика сразу на зрительную кору? Зачем какие-то пересадочные пункты? Хорошо? Ну, может, разные центры выполняют разные функции? Конечно. Но почему их нельзя взять, всех вместе собрать в одном месте? А, тогда это неудобно. В чем неудобно? Тогда они могут отчинять порядок. В чем важен порядок? А потому что сначала нужно перевернуть, потом заборажение, потом оправдываться. Ой, это все равно корыбе будет. Насколько я слышала, в глаз из заборажения поступает перевернутым. И его надо обработать, чтобы оно уже... Вот, вот, весь этот переворот и так далее, это задача корыбе. А зачем вот это? А, может, святаку или нет? Нет, да, сейчас тоже задача корыбе. А представьте, это такое, на самом деле, оснований как минимум два. Вот что? Первое. Общий закон – эволюция нервной системы. В нашей линии развития, если взять рыбий мозг, у рыб, у рыб только один зрительный центр, вот, и он выполняет все задачи, которые может решить зрительная система. В дальнейшем эволюция, у более сложных существ, зрительная функция на себя берет участник промежуточного мозга, таланс, зрительная буковка. И здесь обрабатывается более сложная программа. Но старый центр от этого не исчезает. У нас просто над старым настраивается новая, которая может делать более сложную обработку. И, наконец, в максимально сложном варианте возникает зрительная зона корыбе, заданночная часть, которая решает суперсложные задачи. Есть одно простое правило. Это вам только кажется, что если отрывать глаза, то увидите. На самом деле, когда вы говорите «я вижу», когда у вас есть зрительное ощущение, это означает одно простое правило. Информация дошла бы сюда. И здесь обрабатывается. Формировать зрительный образ может только корыб. Формировать слуховой образ – только торговый конец слухового анализора. И так далее, и так далее. То, что не дошло до корыб, вот здесь, человек осознать не способен совершенно. Вы просто не знаете ничего об этой информации. Вопрос – зачем же тогда нужны эти центры? Если мы о их работе все равно не ощущаем, не ощущаем. Чем дарим русским я буду. Смотрите, простая задача. Вы идете по улице. И из-за поворота 10-15 метров от вас выворачивается фокус. Сколько у вас времени для того, чтобы отпрыгнуть? Двое секунды. Двое секунды. Если бы ваша зрительная система всю картину сразу отправляла бы на пару, то был бы обработан весь массив информации сразу. Вы бы увидели форму протектора машин у автомобиля, увидели и запомнили номер, увидели окраску, увидели, какого типа стекла стоят на парах, увидели бы, как одет водитель, увидели бы лицо водителя. Ребята, на все это сколько времени ушло? В 8 грамм. И вас бы размотали постепенно. Поэтому, чем занимаются нейронные сети первичного центра? Их главная задача. Они ведут обработку простейших параметров. Вот всякие сложности от них задачи. Они расшифровывают самые простые значения данного стена. В частности, объект в нашем длительном поле покоится или движется? Если движется, то куда? От нас, на нас? То есть, возможно ли пересечение моей траектории с объектом? Для просчета такой программы требуется очень мало времени. Если выясняется, первичный центр выяснил, что видимый объект движется на нас с большой скоростью. После этого сразу включается рефлекторный приказ. Вы ничего не отознаете. Сразу рефлекторный приказ на спинной мозг, параллельно на моржечок, координацию движения. Зачем? Необходимо дать сигнал к мышцам тела. Необходимо для вашего отскотения. Для спасения вашей жизни. Если бы для этого использовалась вся база данного, система бы затормозила на секунду-полторы. За полторы секунды что с вами произошло? Уже некому могут успокоиться. То есть, на самом деле, задача ниши центра восприятия для вычисленных коричневых. Это запуск рефлекторных программ. Рефлекторные программы не осознаются на это. Но они играют ключевую роль в сохранении вашей жизни, в приспособлении к окружающим условиям, в контроле вашего здоровья и так далее. И вся эта информация абсолютно необходима нашему телу для нормального существования. Контрольный вопрос. Берем человека, с которым случилось боли. Произошло маленькое точечное кровоизлияние в головном мозге. Точки кровоизлияния, он совсем крошенного размера, но нервные клетки там поднимают. Кровоизлияние произошло вот здесь. Вопрос. У этого человека с глазом все направлено. Значит, у этого человека нормальное зрение, ухудшенное зрение или полная слепота? Полная слепота. На кору сигналы не проходят. Все зрительный образ не скроется. Но если такому человеку взять и быстро поднести руку к глазам, что он сделает? Он отдернул, почувствует. Он отдернул голову. Он ничего не почувствует, а голову отдернул. А если спросить, почему он это сделал, он вам не ответил. Потому что первое. Голова сама дергнулась. А почему она сама дергнулась? Может, потому что первые центры работают. В рефлексе прошло. Защитное движение. Защитное объект, который быстро приближается к теме. Защитное движение, качество ответа. И при этом никакого ощущения. Потому что ощущения возникают вот здесь. Третья зона ответственная за прогарование образа. Так что, то, что вы называете словом зрение, слух, обоняние, осязание, как вы видите, один не настолько просто устроен. Но наша основная важность сегодня будет как раз с органами рецепта. Друга глазных дел. Как устроен и как работает глаз. Во-первых, когда с ним разобраться, надо хотя бы немножечко себе представить, а как, указываясь в нас, глаза в ходе нашей жизни появились. Что это такое глаза? Вот на самом деле глаза формируются из выступов головного мозга. На ранних этапах беременности, когда человек еще не родился. Что происходит? Вот его пучащая голова. Здесь запасы головного мозга. Он дальше спиной пошел. По головному мозгу начинают выдвигаться вот так два крупных отростка из нейронов. В том месте, где они прикасаются к покровам головы, дошли до покровов антреональной головы, начинается следующая история. Вот она, зона контакта, зона соприкосновения. В этой зоне клетки покровов выдвигаются вперед, а нервные предки вот образовывают вот такой набор к богу на поверхность. Их отростки так и сохранят связь с головным мозгом. Хотя их же с головным мозгом выражаются. Выезжайте, из вот этой передней части, которая производная от покрова, будет построена вся основная часть головного яблока, а из выростка головного мозга будет построена собственно светочувствительная часть глазного яблока, которая как называется? Ну, а вместе они? Какой окон образуют? Семчатка. Семчатка. Семчатка – это окон, в котором не просто есть нейроны. Семчатка – это сложнейшее сплетение нейронных сетей, содержащее несколько миллионов нейронов. Да? То есть это сложнейшее. И является она, по сути дела, выростом головного мозга. Дорогая. Глазные яблоки расположены на глубоких пайверах лицевой части черепа, которые называются глазницами. При этом, если посмотреть такую форму глазного яблока, это почти правильный шаг. сфера. Как по вашему, окону глазницы, вот этой ямке, где сидят глазные яблоки, будет соответствовать глазному яблоку? Нет. Нет. А окону глазница – это на самом деле воронка. Глубокая воронка, вдающаяся от лицевой поверхности в глубину. Разбираемся, зачем так? хорошо. Вот это, собственно, глазное яблоко. Теперь органы свиты, те органы, которые расположены вокруг, которые отслуживают, работа, которая помогает главному органу, самому органу зрения, самому зрительному рецептору и решает свою задачу. Это, во-первых, линьки, подвижная кожа и складки, сверху и снизу, откладывающая глазка, на веках ресницы стоят, так? А дальше? А дальше стенка самой глазницы. Обратите внимание, какая она. Вот такое комическое углубление в костях черепа. Зачем это надо? А дело в том, что глазные яблоки у нас подвижены. Если вы не крутите головой, вот, вас зафиксировали переносится, вы ее сдвинуть не можете. Можете ли вы при этом увидеть сначала слева вещь, потом справа, сверху, снизу? Да, конечно. Вы двигаете глаза, поэтому внутри, для того, что такие движения в среде, внутри глазницы находятся три пары глазодвигательных мышц. Это небольшие мышцы. Первая парочка подходит глазному яблоку сверху и снизу. Вот так. Когда одна из этих мышц сокращается, вторая обязательно расслабляется. Если сократилась верхняя, у вас глазик провернулся вот так. Если верхняя расслабилась, сократилась нижняя, глазик повернулся вот так. То есть он крутится в глазнице. Хорошо. Теперь еще одна пара. Одна слева краткая к одному яблоку, а вторая там, в виде доски прошла справа. Если они поочередно сокращаются, разворот плата, разворот зрительной оси влево и вправо. И еще есть одна парочка, отвагающая вот так, спираль, косы. и сокращение корректирует сложное движение глазного яблока. В результате наш с вами глазной яблоко может крутиться в глазнице почти по схеме. Единственное, что оно категорически не умеет делать, глаз не умеет заглядывать внутрь черепа. То есть взять и развернуть его вот так, чтобы он смотрел на удар невозможно. Но почему невозможно? Да отвернуться вот эти сложения. Это ясно? И вот так развернуть нельзя. Вот это отвернуться. А вот вся передняя полусфера удовольствует точность в любое положение. Можно на край же глаз этого кубка. Что здесь еще проходит? Понятно, что здесь же проходят крупные кровеносные сосуды, которые прошли сквозь черепа, пришли в глазницу и принесли кровь этим мышцам, самому глазу, зрительному нерву и так далее. И здесь же проходит зрительный нерв. Как вы видите, дно глазница заполнена достаточно плотно. Там свободного места нет. Вот для этого необходима такая гоническая форма. Но надо сказать, есть еще один крупный локон, который тоже находится в глазнице. Вот здесь вот под слезная жидкость. Да, 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 под гробными дугами под верхней орбиты глазу располагаются слезные жидкости. Достаточно крупное образование у человека, у него очень важная задачка выделения слезной жидкости. Ну и какие же задачки у слезной жидкости? Зачем она нужна? А мыть глаз и потом по специальному каналу спуститься на жидкости? Да, канал только эти проходят не здесь, а на внутренний угол глаза, точнее внутренний угол глазницы. Слезные кости уходят туда, в губину черепа, в голову. Отлично. Ну понятно, а еще, да. Ну там еще она здесь дезинфицирует. Именно так. Содержится бактерицидное, то есть убивающее бактерии вещество в своем же лизоцин. Такое же вещество содержится на слюне. То есть не только увлажнение, но еще обеззараживание. Но еще может есть там какая-нибудь маленькая частичка печенька она у вас попала и сможет. Промывание поверхности, удаление гречи. Важнейшая задача. И в этом смысле система работает совершенно как дворники на ветровом стекле автомобиля. Роль самих дворников что играет? Ветя. Ветя, конечно. Ветя, которые смасивают излишек свежной жидкости свежным каналом. И еще пара задач, которая вам не приводит кулку. Дело в том, что вот здесь на дне глазного яблок скопление нервов. А скажите, нервные клетки это клетки выносливые и живучие или самые капризные? Самые капризные, в частности. Они совершенно не выносят скачки температуры. На какую температуру рассчитана работ нервные клетки? 37 градусов. Нет, не 36. 36,6 это температура вашей кожи. Порядка. Для нейронов это мало. Артемальная температура 37. Температура внутренних районов вашего тела. А теперь смотрим. А здесь вот такое состояние на улице. А на улице сейчас прибывает 37. Нет. а значит какая очень важная задача? Согреть глаз. Согреть глазную яблоко. Не дай бог остыли вот эти ткани глазного яблока у вас сразу будет строить сетчатка и ослепить. Как вы видите связанные с жидкостью много раз ну и теперь от органов свиты переходим к самому глазному яблоко. это во-первых этот долгон очень надежно упакован с мороженой. Первая оболочка будет называться белочная оболочка висклера состоит из прочных волокон она облакнита висклера ну и вы скажете конечно что она защищает глаз защищает она защищает но главное задача другая ну подумайте висклера 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 удерживает форму глаза скажите бог а форма глаза штука необычайно важная скажите пожалуйста что будет если в вашем фотоаппарате или в вашей камере вот есть фотоаппарат да здесь объектив а там внутри стоит фото воспринимающая матрица на цифровом либо пленка на пленочном фотоаппарате то что будет если я возьму аппарат вот так вот со мной и объектив меня в результате вперед уедет даже чуть-чуть что с кадром какого если бы увеличил нет резко потерять причем достаточно сдвига буквально на долю миллиметра чтобы изображение вышло из фокуса поэтому если глазное яблоко хотя бы чуть-чуть меняет форму это сразу сказывается на резкости как это на медицинском языке будет называть не-не-не близорочная дальнозорка это к концу второго часа на берег что это такое падение остроты зрения вы начинаете видеть все мутно четкие границы теряются так что форма глаза должна быть всегда строго постоянной хорошо а как же это можно добиться твердым глаз сделать нельзя ну принцип футбольного мяча можно ли сказать что покрышка футбольного мяча твердая нет если футбольный мяч не надут я могу смять от покрышки обращения могу при каком условии футбольный мяч будет надежно поддерживать форму высокое внутреннее давление а это значит какое давление внутри глазного яблока по отношению по отношению к окружающему камеру смешно да так что учтите что есть такой показатель очень важный внутри глазное давление от него будет зависеть очень многое в частности возможность глаза нормально принимать то есть давление внутри глазного яблока все так же чем окружающий камер дальше подсклерой подсклерой будет лежать сосудистая оболочка переплетение кровеносных сосудов ну задачка понятна питание отведение продуктов подмена согревание ну как обычный кровеносный сетя но дело в том что сосудистая оболочка пойдет не по всей внутренней поверхности головы давайте смотрим синим показываю тень где она есть и сейчас увидите отлично а вот здесь нет в чем дело а дело с на стыкной стороны склера образовала прожарительное окно толщина оболочки в один из увеличенных оболочек стал более толстым и в отличие от остальных участков она совершенно прозрачная обратите внимание на всех участках толщина этого слоя одинаковая или на всех на всех с переднем потопчик крайне потопишь кто знает как называется прозрачный окно ведущая в глаз роговица 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 круглой формы прозрачное окно передней стенки в глаз если мы будем рассматривать вот это сульцев что там дальше будет дальше на самом деле очень недалеко от органицы находится такое странненькое образование больше всего это мышца похожа на публик который попал подосфальтовый каток значит то есть некоторая плоская мышца круглая с крупной дыркой посередине если эту мышцу отпрекалировать и посмотреть на нее не сбоку так мы рисуем безбоку так а я взял перевернул пока смотрю на нее спереди что я увижу вот я увидел круглая мышца внешние края ее почему превращают внешние края вверху к стуэре так а стуэр натянута поскольку у меня глазное давление высокое ну а в серединке этой мышцы у нас еще круглая мышца теперь мышечные волокна двух типов первый тип вот так по разницу расходится от центра и радиальная волокна хорошо второй тип а второй тип целые волокна и вот так коричками вокруг это отверстие а внешние края природы быстрее теперь внимание что произойдет если сократятся радиальные волокна если сократятся диаметры то светом в глазах будет больше пустовать и тогда в темноте будет а почему светом в глазах будет потому что дырка это дырочка да внешний диаметр внешний диаметр может измениться или не может не может края природы в склере а склер укропа внешний диаметр может измениться не может и если вот эти радиальные волокна сократились что произойдет с диаметром отверстия Уверить, что его стенки растянут в сторону. Как называется это отверстие? Вот это и есть зрачок. Вот это и есть зрачок. Зрачок это просто отверстие, дырка. Вопрос, а почему зрачок нам кажется черным? Вот уж там же темно. А там темно, там мамочка не горит. Внутри глаза и в точке света нет. Но зрачок это никакое черное тело, это просто отверстие. Хорошо, а если расслабились радиальное, а сократились кольцевое, что из диаметра? Негреческое. Совершенно верно. Абсолютно верно. И зрачок это первичный регулятор количества света, попадающего в глаз. Но есть очень важная одна особенность, которая редко людям приходит по луку. Как по-разному. Вот я нарисовал разрез через радужку. Называется кольцевая мышца радужка. Радужка. Так. А вот в этом месте, что у меня нашли? Вот в этом месте. Жрачок, естественно. Вот мы разрезаем. Вот так прошел. Вот так прошел. Это же вид сбоку. А теперь он нарисовал вид спидж. Хорошо. Вот это жрачок, вот это самое разное. Вот это и верхний сеток, вот он. Вот это и нижний сеток. Славное. А как повышен, какой он толщина? Вот толщина. Вот это толщина, которая меняет. Марика. Марика. Ну миллиметр, на самом деле, чуть больше миллиметра. А теперь представьте себе, вы взяли кусочек мяса и аккуратно криковой отрезали пластинку толщиной миллиметра. Скажите, а эта пластинка мясо толщиной миллиметра. Будет ли хорошо задерживать свет? Или она будет полупрозрачной? Полупрозрачной. Конечно, она почти полностью прозрачной. В результате, по идее, свет-то должен проходить только сквозь зрачок, так? Но сможет ли такая тоненькая мышца остановить лучи, которые идут в себе и идут в глаза? Ага. Вот для того, чтобы радужка не пропускала лучи света. Что с ней надо сделать? Краска. А ее надо покрыть. Какие вещества вообще-то называются красками? Белые. И белые? Нет, нет, не белые, конечно. Краска не может быть все, что угодно. Просто одним свойством должны эти вещества... Вот скажите, луч света падает на какое-нибудь непрозрачное тело. Что с ним происходит? Не полосится. Часть энергии будет поглощена, а часть отражена. Краской называются те вещества, которые отражают не весь соскор пучка, который упал, а только определенные части спектра. Про то, что видимый нами свет, который обычно называют белый свет, на самом деле состоит из волн совершенно разноокрашенных лучей. Кто знает, какие лучи входят в состав, видимый в спектрах. Ребята, радуга, радуга, вся радуга. Откуда радуга на небе? Дело в том, что, проходя сквозь прозрачные тела, луч света расщепляется как раз на свои составляющие. На волны разной длины. Каждый охотник желает знать, есть листья пожар. Красный, оранжевый, желтый и желтый. Семь главных цветов спектра. Скажите, пожалуйста, краска, которая покрашена панамкой, какие спектральные волны поглощают, а какие окрашивают? Поглощаются все, кроме желтого и оранжевого. Вот у этой, у нее, соответственно, желтый, а вот здесь оранжевый. Понятно, откуда берется видимый вам цвет. Как нам сделать радужку, не пропускающую свет? Два пути. Во-первых, либо внести в эту омолочку какой-нибудь хороший поглотитель цвета, который будет как можно больше поглощать световые лучи и почти ничего не опускать обратно. В этом случае, какого цвета будут в глазах у человека? Кажем. Ну, совсем черного у нас не бывает. Очень темно-кажем. Очень темно. Их называют черное. Ну, хотя, грубо говоря, конечно, не черный цвет. Очень темно-кажем. Хорошо. С этой точки зрения, как по-вашему, все ли варианты окраски глаз у человека в одинаковой степени обеспечивают хорошее движение? Нет. Какие похожи? Сверху и слухой. Сверху и слухой. Сверху и слухой. Тем хуже он справляется со своей работой. Дело в том, что если количество пигмента здесь не влюблено, количество краски не влюблено, глаз светло тонует. Это, знаете, сейчас через свет все проходит. Вот так. А это значит, сетчатка постоянно излишне засвечивается. Самый тяжелый случай бывает у людей, ну, не только у людей, это у всех животных бывает, когда нарушено производство как раз вот этой краски. Краска в нашем стиле одна. Называется она меланин. Две формы меланина у нас. Бывают альфа и бета-меланина. И только другой высот концентрации черный. Но если расправлять альфа-меланин, вы сначала получите темно-коричневый цвет, потом светло-коричневый, еще сильнее расплавили желтый. А если бета-меланин расправляется, сначала получили очень темно-синий, потом просто синий, еще сильнее в голове. Вот это та гамма, которая может быть, тот спектр цветов, который может быть сужден за счет краски нашего тела, за счет меланина. Ну и вот получили темно-глазые, темные варианты окраски радужки, а на самом деле физиологически здоровее. И исходно у всех людей глаза, конечно, должны были бы быть темно-коричневыми. Другие варианты встречаются только у европейцев, причем известны те исходные центры формирования, более светлоглазых людей. В последние века европейцы расслеживались очень широко, так что светлоглазых людей можно встретить чуть-чуть не во всех местах земного шага. Хорошо, дальше. Чуть лучше прошли зазрачу. Висит очень похожая система. Только система следующая. От этой широкой мышцы осталась только достаточно пустая колесо. Так что это опять же прираспопка кискулея внехней стенке. То есть вот этот диаметр он может изменять? Нет. Стенка и круг. Но от этого кольца вот так в серединке идут прочные сухожжимные нити. А в точке пересечения этих нитей возникает конструкция, немножко похожая на велосипедное колесо. В точке пересечения этих нитей вот здесь подвешена, абсолютно прожжимная, упругая, двояко-выпуклая линза. Вот она. Висит на сухожжимных нитях, а сухожжимные нити связаны с мышечным кольцом. Хорошо. И вот на их подвеске висит линза. Как называется линза? Хрусталь. Вот это и есть хрусталь. Задача хрусталька. А вот что хрусталька? Слескость, слескость, допустим, фокусировка. Фокусировка изображения. Наведение нарезки. Причем у нас с вами, млекопитающие, наведение нарезки достигается совершенно неожиданного способа. Ну вот это аппараты ваши, допустим, ну как работают. Называется, нажимают, что вы работаете. Это славно. А с оптиков до пара что при этом происходит? Вещевка с расходом. А, да. Линза подвигается, или линза под воспринимающий экран. И, соответственно, можно придвинуть или отодвинуть линза. Вот так настраивается нарезка глаз у рыбы и у антиби. Действительно, просто есть мышцы, которые двигают хрусталик вперед-назад. За счет этого ведется настроение нарезка. У нас с вами значительно более пучерявый способ настроения. Наш хрусталик умеет менять форму. Страивается он за счет изменения формы. Как это происходит, чуть позже. Сейчас, пока мы с вами опишем основные детали глазу, у нас почти все главное в жизни. Детали этого аппарата я вам показываю. Можете, для тех, кто интересуется, вот эта мышца, которая идет по кругу, с которой связаны радиальные нити, называется целиатная мышца. Целиатная мышца. И она не перерастает к склею, а подвешена на связках, на цинновых связках. Но такие детальки мы вам, конечно, сейчас и не запоминаем. Хорошо. Теперь давайте смотрим. На самом деле принципиальная разница между вот той частью глазу, которая находится за хвостом, и той части глаза, которая находится перед хвостом. В чем дело? Дело в том, что вот эта часть называют эту часть глаза камеры глаза. Номер один передняя камера, номер два задняя камера глаза. Вот камеры глаз заполнены жидкостью, раствором. жидкостью это называется достаточно смешно. Воденистая влага. Ну, то есть масляная маска. Ну, так название. Скажите, пожалуйста, объем 1,2 изолировано друг от друга и сообщаетесь? А вот объем 3, который находится за хвостом, заполнен уже не от жидкости, а оптически прозрачным желе, которое будет называться стекловидное тело. плотное прозрачное желе. Ну, и важнейшая часть глаза, выстилающая внутреннюю поверхность плотного яблока, состоящая из сложнейших сетей нервных клеток, с ябчатками. область блаза, в которой расположена сетчатка, будет называться глазное дно. Глазное дно. Сетчатка выстилает все в глазное дно. Все опроски нервных клеток от сетчатки сходятся в единый пучок, и этот пучок выходит из глазного яблока, и несет информацию в головной мозг. Как назвать этот пучок? Жритный нерв. Жритный нерв, да. Причем там, где он выходит, там было слепое тело, где он слепое тело. Мы с вами потом отдельно поговорим, за счет чего он сформировался. Но это отдельный разговор. Вот основные детальки глаза теперь изогрешены. Сейчас будет переменка, и на следующем уроке мы с вами посмотрим, как же система работает. Как настройка на освещение, как настройка на жидкость. Разберемся с тем, что такое близоручие, что такое длиннозоркость. Разберемся с тем, как можно очень надежно замучить свои глаза и почти полностью потерять зрение уже в очень юном возрасте. А как можно к своим глазам относиться повнимательнее? Попробуем посмотреть, как обстоят дела с настройкой на решение. Как раз с нарушением работы этого механизма будут связаны с пресловутой длиннозоркости и близорукости, про которые все знают. Многие даже не понаслушали. Как антибрачи внимание на одну вещь интересную. Если в больнице или в каком-то прозрачном водоеме, не в мутном, как Азовское море, а настоящий прозрачный, опустили руку или ногу и смолкли со стороны. сквозь водо они выглядят прямые или нет? Нет. Как будто сломано в той точке, где из лодки ушла вода. Дело в том, что лучи свежие переходя из одной прозрачной среды в другую, меняют свое направление. Преломляются. У разных прозрачных сред разные угол вот этого разворота, разные конституционы преломления. Кто, кстати, знает, а какое вещество из прозрачных веществ имеет максимальный процент преломления? Сильнее всего алмаза. Именно поэтому ограненный алмаз будет вызывать преломление внутреннее отражение лучей намного лучше, чем, допустим, стекло или хрусталь. В результате часть солнечных лучей оказывается как бы захвачена внутрь переставая. и время кремния выскакивает из боковых грани, уже разложивших на спектральные цвета. Но при этом вот у нас есть стекло без идёт луч света вот так, падая под прямым углом на поверхность стекла. Изменение направления не произойдет. Вот так это дальше по прямой пойдёт. Аликарь, вторая точка перехода теперь из стекла выходит на воздух. Но угол вот это тоже прямой угол. Изменение не произойдёт. Но если луч идёт на комнату небольшой вот так, то в этой точке смотрите, что проезжает вот. Он дальше должен идти вот так. А реально он развернётся. Вот это есть угол прилавления. Опять разворот противоположную сторону. Смотрите, что получилось. Вот это то, что вы видите по одному сторону, а вот это то, что вы видите по другой сторону. Вот это смещение. Солнце от нас настолько далеко, что все лучи идущие от Солнца можно считать параллельными. Параллельные лучи. Отлично. Падают на густую пластину. Вопрос густые они преломляются? Нет. Нет. Они так дальше пойдут. Меняем форму пластина. Пластина вот такая. двояка выпуклая. В одну сторону выпуклась и в другую сторону. Луч, который идет через середину такой пластины пройдет не преломляясь. Шремлевую. Это луч, который пойдет вот здесь. Обратите внимание, он по другому падает? Да. По другому. И он изменит свое направление. Изменит два раза. Выйти линза пройдет вот вот луч, который падает со стороны, падает под прямому гомля от непрямого гомля. В какую сторону произойдет преломление? Вниз. Вот эта точка пересечения лучей, которые прошли сквозь линза, будет называться фокусом. Фокус линза. А расстояние от оптического центра линза до точки фокуса фокусным расстоянием. Берем две разные линзы. Одна вот такая, а вторая вот такая. Вопрос, у какой линзы самая короткая фокусное расстояние? У первой. Первая. То есть вы считаете витоку? Вот этот вот будет намного больше, чем вот этот. У этой линзы совсем коротенькая, а вот эта какой фокус? Лейная. С этой точки зрения. А комнатное стекло тоже можно считать линзой. Только если оно абсолютно параллельная пластина, то где точка фокуса будет лежать? Для бесконечности. бесконечно удаляна точка. Для того, чтобы резко увидеть близко лежащие предметы, надо уменьшить фокусное расстояние линзы. А это значит, что надо сделать с формой линзы, чтобы резко сфокусировать близкие предметы. Их нельзя выносить при носителе. Можно менять полу. приблизить к сфере. Приблизить к себе что будет предложить? К сфере. А, к сфере. Извините, они не расслышаны. Далее, Наталь, вот такая более выпуклая линза будет хорошо фокусировать близко расположенные предметы. Какая линза хорошо фокусирует далекие предметы? Более плоская. Более плоская. Она хорошо фокусирует далекие предметы. Славная. Можете ли вы прочитать а, ну, вы вот так сидите, да, допустим, на партах лежит такая книжка. нормально сможете прочитать буквы? Да. А, то есть контуры даже таких мелких деталей, как буквы, вы видите и хорошо. А какое расстояние от вашего глаза до двух, которые вы считаете? Примерно. Тридцать 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 пожалуй, это окно движом не видно. Видите ли вы провода, идущие от дома к дому? Да. Вечащие международные. А как, Павел, а какое дальнейшее расстояние? Метров сто, сто, пятьсот, масса. Тридцать сорок, разница пять раз. Пятьсот сантиметров и предметы, находящиеся в сотнях метров. Вы видите, это достаточно резко. А это значит, поскольку у нас глазик очевидно не идёт туда-обратно, мы с вами не крабы, у нас нет такой схемы на выдвижных степляках. Это значит, что просто человек как-то умудряется менять свою фоку. Вот если хотите разобраться в близоруще с долгонозоркостью, рекомендую понять, как это происходит. Это происходит достаточно сложно и совершенно неочевидно. Глазная ябва. сетчатка. Глазное окно. Сюда надо спроекцировать изображение. Надо, чтобы изображение попало точно от экрана. Большая оптическая волоска влазна. Крусталик. Сухожильная волосна. целярная мышца не преросла склея. А вот между ней склерой есть и круги цинновые связки. Связки умеют немножко разделить. Блаз очень сложный орган. Из 24 тысяч генов, которые есть в нашем распоряжении, более двухсот заняты информацией, определяющей строение работы вашего блаза. Это очень большой процент. Поэтому есть, разумеется, программа, которая будет определять форму хрусталика в вашем конкретном случае. Так вот, оказывается, что хрусталик у нас имеет родную форму очень выпуклого. Он очень выпуклый. Так? Но при этом хрусталик перестает расти увеличившего соображения задолго до того, как остановится расти, саму плазную яблоко. А хрусталик ведь подвески нескажирной птицы. То есть что получается? Хрусталик уже прекратил свой рост. Одно яблоко растет, а значит вот это расстояние АВ остается прежним или увеличивается? Увеличивается. Хрусталик очень укругий, более укругий, чем лечит. Поэтому что с ним будет происходить? Что с ним делают вот эти схожирные ингредиенты? Они растягиваются. в результате как менять форму? Вот это родная форма хрусталика. А вот такая форма хрусталика у вас будет если у вас глаза в спокойном состоянии. То есть если эта система не получает никаких сигналов, у вас хрусталик в розовом состоянии. А это значит в норме глаза настроены на восприятие виски предметов или далеких? далеких. Далеких. Значит в норме наш глаз построено в спрятие бесконечности. Далеких. Хрусталик растягивает. Теперь переводите вы свой взгляд на что-то более близко расположенное. Надо менять пульсировочку. Как достигается? Сокращается целярная мышца. Она кольцевая. Если она сократилась, то что с расстоянием между А и В? Эта мышца сократилась кольцо, теперь имеет меньший диаметр. Что с расстоянием АВ? Уменьшилось. А это значит эти беспожидные нити так же сильно растягивают хрусталик или нет? Нет. Они снизили натяжение А хрусталик угол и его родная форма вот такая. Что произойдет при сокращении целярной мышцы? Форма хрусталика станет более выпуклым. значит какие объекты будут спуссировать? Более прииски. И если целярная мышца сократилась полностью так, то хрусталик приобрел свою родную форму. Его перестали мучить, перестали растягивать и он приобрел свою родную форму. В родной форме хрусталик фокусирует предметы, которые находятся на расстоянии примерно 35 см под глаз. хрусталик в своем родной форме, то пульсировка на предмете примерно в таком же состоянии. Приходилось ли вам слышать, как родители, учителя и все прочие говорят, не пиши мусором? Приходилось ли вам слышать, что вот так вот читать для глаз вредно? Давайте разбираться, почему. В обоих случаях на каком-то расстоянии бумага, текст, тетрадь, книга находятся от ваших глаз до расстояния между объектом и глазами. Вот смотрите, вот это расстояние как раз около 35 сантиметров. Это нормально для хрусталя. А если человек вот так пишет, то меньше глаз на более распространение более мусором, ему потом тронетит. Стоп, стоп, стоп. А как ему стать более сферической формой? Смотрите, он подвешен вот здесь. Он и так уже достиг той формы, которая у него заложена. Если он увеличивает кривизну за счет своего грубости, все он ее восстановил, как можно попытаться сделать его еще более ровным? Еще символом добавить, может, что добавить? Чего добавить? Уформа задана вашими генами, генами. И композиция ваших генов в момент зачатия вас. Изменить генетику походу делом невозможно никак. Менять родную форму хрусталика нужно сновить. Именно так сдавить. Единственный выход сдавить. То есть перевести на форсированный режим цилиарную связку, и цилиарную мышцу. То есть заставить ее супер сильно сократиться. И тогда хрусталик вынужден будет принять более в форму и сфокусирует более близкие объекты. К чему это приводит? При хроническом таком безобразии возникает перенатряжение цилиарной мышцы. А перенатряженные окон со временем просто откажутся работать. Начнем в своей стране. Никуда не годится. Но пожалуй значительно более часто и более неприятный время другой. Скажите а сциновой связкой вот этой розовой тапочкой которая висела между склерой и рожек сил не хватит. Она растянется. А если она растянется то как это скажется на диаметре вот этих нитей. На таяния АВ. Уменьшится. А если уменьшится это значит со временем упадет сила натяжения крусталика и ваш глаз перестанет фокусировать какие изображения далекие. Это называется близорубкость. Он близкие предметы видит нормально а далекие предметы он перестает видеть. Глаза их просто не фокусируют. Нет сил способных растянуть крусталик и перевести его в розовый старик. Так что как видите вот он типичнейший путь как городские жители в 20-21 веке умудряются замочить свои глаза. Справиться с этим очень сложно. Нет в смысле потом откорректировать уже очень сложно. Есть самая разная ну грубо говоря физкультура для глаз которая позволяет укрепить связки мышцы и так далее. но это займет годы и будет требовать строго ежедневной работы по несколько раз в день. Если здесь хотя бы чуть-чуть похалтурить то никакого результата вы не получите. Это понятно? Как всегда проще не поломать чем потом ремонтировать. Но дело в том что вот такая приобретенная грязовность это только одна сторона медали и к сожалению не самая частая сейчас. другая большинство человеческих детенышей рождаются уже с немножко дефектной программой касающейся глаза. Два самых типичных случая. Вот форма глазного яблоку которая должна быть. изменяется и все детали в общем-то в генетике зафиксированы нормально кроме одной значит кроме формы со мной внешней покрышки склея. берем такую вещь вот такой глазик все программы касающиеся работы хрусталита нормальные а форма глазу изменилась в результате группе изображения попадать на сетчатку или оно окажется сфокусировано перед сетчаткой или за сетчаткой. За сетчаткой. Ведь рефлекторная программа исходит из того что сетчатка в этом месте. А если мелкое глазное яблоко если вот это расстояние уменьшено глазное яблоко с вывешено это расстояние то изображение так и продолжает фокусироваться вот здесь. В результате каждой точке которую вы видите на сетчатке будет соответствовать единственная точка или две. Смотрите эти лучики рискают ее в двух местах. А это значит вы тянуть линию четко вы увидите у них все в сфоке. Придется глаз от этого мышца. Так. Ну и скажите пожалуйста что это будет врожденная близорукость или врожденная дагнозорность. Вот давайте смотри внимания и давайте разбираться. Близорукость это нарушение фокусировки далеких предметов. Близкие фокусируются нормально, далекие плохо фокусируются. Хрусталик не может становиться фокусом. Так. То есть при близорукости вот давайте белая линия нормальной глаз. При близорукости где оказывается изображение далеких предметов. Да. Ближе ближе чем надо. Конечно ближе чем надо. При близорукости ближе чем надо. Хрусталик недостаточно растянулся. Он не может в достаточном мире увеличить фокусное расстояние. При близорукости изображение внутри глаза, перед сейчас. Так что вот это состояние которое сейчас изображено это врожденная близорукость или врожденная дагнозорка. изображение фокусируется не внутри а зад сейчас не перед не а зад не хорошо а как должно измениться форму глазного яблока чтобы у человека было врожденное наоборот близорукости. А вот глазное яблоко человека в результате изображение фокусируется в этой точке но после пересечения эти лучи они заведуются по прямой и так поведутся по прямой в результате реальное сетчатство будет пересекать единую луч в одной точке или опять две разные точки две разные точки опять ниже только изображение где оказалось перец сейчас или за сейчас перед вот розовая сейчас вот точка фокуса она не меняется изображение изображение оказалось четыре чайки это близорукости и доназор это две врожденная формы дефектов ну и самый тяжелый вариант будет вот такой вот углаз углаз дно астекратизм как достаточно легко можно скомпенсировать дальнозоркость или призракность поставить на пути света дополнительную льду которая будет либо собирать свет пучок сокращая обусственное расстояние либо наоборот рассеивать его немного увеличивая обусственное расстояние очки контактные линзы хорошо мы уже следующие так подобрав линзы походящей перевезной можно скомпенсировать а теперь давайте смотрим если у вас форма глазного дна вот такая ярко синее линзы так подойдут подойдут ли вам очки каких-то стандартных нет строго индивидуальный заказ каждой линзы причем для каждого глаза форма сложнейшая может оказаться потому что не может быть одинаковая кризисна для разных участков это сейчас очень тяжелой случай к сожалению сейчас все чаще часть встречающих среди людей ну вот это немножечко по поводу настройки глаза на лице если кто-нибудь биология серьезно увлекается у этого механизма есть свое название называться он будет аккомодация глаза опишечка через 2к аккомодация глаза в процессе аккомодации аккомодация участвует целярный комплекс хрусталик настройки все разумеется рефреторные сознательно волевым образом вы не можете повлиять на положение деталей вашего глаза здесь все только рефреторные программы работают то будет если вы вашим сушечком попробуйте с близкого расстояния поснимать электросварку вот есть человек который занят сварочными работами вы подошли с расстояния метра снимаете электросварку нет ничего яркого не будет вы можете выбрасывать фотоаппарат потому что вы сожгли матрицу вы использовали сигнал такой силы который просто разрушит в вашем фотоаппарате световоспринимающий устройство а если граничной ночью без вспышки вы снимаете своим цепровичком вы что-нибудь снимите ничего не снимите тогда смотрите наш человеческий глаз хотя бы короткое время выдерживая короткий взгляд брошенный на электросварку выдерживает а если вы долго смотрите тогда конечно короткий взгляд хорошо если вы с полчасика посидели спокойно в темном лесу лес темный там никто лампочки не включает ваши глаза продолжают ничего не видеть или вы начинаете видеть произошла темновая адаптация и вы вполне все ориентируетесь у наших глаз с вами совершенно чудовищный разброс чувствительности они умеют регулировать чувствительность подстраиваясь и к свету ярким устойчивым светом и к крайне слабому устойчивым светом простейшим регулятором является зрачок как он работает мы с вами говорим если свет слишком яркий то есть его много от нервной крепости сетчатки идет сигнал первичных центров и дальше от первичного центра так в продвуковатый мозг в центр зрачкового репресса в ответ на слишком яркий свет какие мышцы зрачка будут сокращаться кольцевые кольцевые идеи зрачковые уменьшаются хорошо а если мы его зажили так что глаз стало не хватать света то есть сейчас не никто не ослеп в том и дело что пройдет сигнал про недостаток света в ответ на этот сигнал расслабиться кольцевые немножко сократится радиация что делать немножечко приоткрыли больше свет попало в глаз вы вебина но дело в том что это первичная настройка вопрос одна из идиотских детских привычек светить фонариком в глазах зрачковый рефлекс надежно но он не может срабатывать молнию некоторое время запоздание полторы три секунды в течение этого времени если вы тем более достаточно мощным фонариком светите в глаз ведь фонариком вы пользуетесь в темноте у вас глаз настроен на какой режим много света или мало света мало а вы неожиданно ему многократно усиленную порцию света подкидываете сквозь зрачок что у вас сейчас ожоги вы не получите но ничего хорошего для сетчата в такой режим не дает крайне глупая и с тяжелыми последствиями глаз а вот теперь посмотрим как работает главный настоящий механизм который позволяет менять чувствительность глаза сотни тысяч раз значит создать таких искусственных детекторов человек не может нет у нас приборов которые могли бы улавливать и сверх сильный свет и сверх слабый свет либо он ничего не уможет либо он перегонит вот такого разброса чувствительности среди искусственных девайсов не бывает смотрим так гладик а гладик устроен точнее сейчас гладик устроенная из слита который называется фоторецептор 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 поле 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 меня ступ на счастье часть который сильно вот это нормальное тело нервных тел нервов здесь находится ядром здесь находится митофондрия здесь находится аппарат гольджа эндокосматические ретипы и все остальные детали которые есть вообще в любой вред вот это теломер вот это пошли длинные отростки обсолные это провода в котором сигнал пойдет от нервной клетки куда-то там дальше а вот это здесь которые реально могут причаться у разных вот рецепторов иногда называют антенны приемы это объединившиеся короткие отростки нервного дендрика именно здесь находятся под штритные системы и вот давайте прежде чем говорить о светочечки поговорим о чем два типа под рецепторов называются палочки и облачко палочки это какие палочки более удлиненные а пубочки более короткие более кругленькие хорошо дело в том что у них совершенно разные задачки разные случаи кто-нибудь когда-нибудь с стеклянной или хрустальной призмой играл или не играл пускали корабли даже более-менее все представляете что свет пройдя сквозь призму распадается на спектральные цвета отлично давайте-ка я выпишу строчку названия спектральных цветов красно-оранжевый желтый зеленый голубой синий фиолет если в видимом свете есть волны всех этих типов то мы с вами воспринимаем такой свет как просто яркий белый солнечный нормальный свет а теперь как по вашему вообще в солнечные кучи энергию несут или нет еще как несут допустим именно этой энергии используются вистеми растения гептосинтеза это основа создания всей пищи на нашей планете теперь у нас есть задачка построить детектор построить чувствительный приборчик который бы улавливал минимальное количество света самую маленькую порцию света вопрос такой приборчик должен ли капризничать какая именно волна красная зеленая фиолетовая желтая задачка отреагировать на самое маленькое количество света нет он не должен так видеть он должен уметь воспринимать любую порцию энергии всего неопозона и вот тогда он реально на самое маленькое количество света сможет неопозона то есть есть свет он дает сигнал меня светили выключили свет он дает сигнал что свет 20 столетия очень много отлично а теперь что ты пожалуйста потому что это такой приборчик отличить оранжевую лучи от синяя нет конечно в ответ на оранжевую лучи он включится и в ответ на синюю лучи он включится вот так устроено самое чувствительное количество света предки нашего глаза это палочки способны реагировать на самое малое количество света но цвета друг от друга они отличаются метро нет палочки это рецепторы черно-белого зрения картинка которую мы видим за счет палочек черно-белого в оттенках серого вся как же мы видим цвета цветовое зрение связано с палочками в чем дело а палочки значительно более капризная для одной группы случ mitad подходят только лучи красного цвета вот есть лучи красного цвета эту группу жёлтость возбудил в ответ на все остальные она просто не выпускается вторая группа получит реагирует только на лучи жёлтого цвета на красный не реагирует на полу не реагирует ей нужен луч но это конечно последняя группа получит реагирует только на лучи синим цветом. Скажите, как для этих трех двух? Может использовать всю энергию светового пучка или только малую часть? Малую часть. Только малую часть. Поэтому какое количество света надо, чтобы начался анализ цветов? Даже маленький раз. Если света мало, а каждая из этих лет только часть энергии может воспринять. Хватит ли этой энергии для активации дюймов? Не хватит. В результате, в каком случае у нас работает световое зрение? Ярче свет. Это рецепторы светового зрения, пучки, работают только на ярком свету. Чем ярче свет, тем надежнее они отличаются цвета другого. Ну, разумеется, до определенного предела. Но смотрите, ведь у нас только три популяции. А как же сейчас остальные цветы? Вот это, так называемая, основная спектральная цвета. Смотрим, как получить остальное. Красный и желтый вместе, что дадут? Оранжевый. Оранжевый. Желтый и синий вместе, что дадут? Беленый. Беленый. Слабая интенсивность синего, что даст? Голубой. А то уменьшили силу синего. Голубой. И, наконец, красный с синего, что дадут? Фиолетовый. Фиолетовый. Все спектральные цвета получили, имея только три типа сигнала. А все вместе. Да? А все вместе – это белый видимый свет. Ну, да. Солнечный свет. Если все вместе. Ребята, на самом деле, есть две диаметрально разные истории, связанные со смешением цветных лучей и со смещением краски. Дело в том, что краска – это стиль поглощающих лучей. Поэтому, когда вы сливаете вот эти лучи вместе, вы видите белый цвет. А если вы возьмете и смешаете в палитре все эти краски, вы получите белую краску? Нет, нет, нет. Все просто у вас. Вы получите грязное пятно. Не более так. Так что, одно дело, как ведут себя краски, другое дело, как ведут себя лучи. Хорошо, разобрались с особенностями палочка-полочка. В результате, в какое время суток вы видите нормальную, привычную вам цветную карточку? Ну, мне было часа. Где-то часа. Днем, днем, днем. Хорошо. Знаете такую русскую пословицу? В сумерках все кошки серы. Да. А, да. А почему это такое? Потому что они все вам могут казаться серыми. Если у вас бутылка умерла, когда рядом нет мощных поножей, погуляется, вы увидите, можно даже наблюдать, как постепенно предметы теряют цвета. При этом. У вас вопрос? Да. Да, да. А еще можно ночью увидеть? Что нужно ночью увидеть? Полярное сияние. Полярное сияние светит станок. Это не краска, это лучи. Можно еще увидеть цветные обмена дискотеки ради бога. Цветные прожептажи ради бога. Яркое излучение. А я вам сейчас говорю про те тела, которые сами свет не испускают, а только отражают. Есть свое правило. На самом деле, первыми, вы какие цвета, при унижении количества света, восприятие каких цветов первым отключается? Дополнительные. Нет, не так. Первыми отключаются холодными цветами. Зеленый, синий. А в последнюю очередь, какие цвета будут? Вот эта часть спектра отключается последовательно. То есть вот эта часть отключается первой, и когда вам уже истинно деревья окажутся серыми или черными, то какой-нибудь желтый мячик, лежащий по дереву, будет все-таки, да, рассказывается, желтым. Желтый цвет вы еще будете проникать. Хотя зеленый от синего уже не отличить. Первым обратил внимание на такую же единомерность. Один из известнейших физиологов зрения – ОКИЕ. И этот эффект так называется – феномен ОКИЕ. Что при уменьшении освещенности сначала отключается восприятие холодных цветов. Что какие цвета вы будете в основном использовать. Понятно? А попытка использовать холодные цвета приведет к тому, что люди просто не могут воспринимать вот эту часть. Это то, что еще интересно, такая смехотворная история, конечно. В Москве и Питер всегда так взаимосоперничали. В Москве метро появилось первым, и буква «М» в Москве горит красным цветом. Все это вы знаете хорошо. Когда в Питере стали строить метро, то в Москве буква «М» там не красная, а синий голубая, а там синяя. Поэтому не видно их нифига. Тем более, что в Питере зимой ночью очень длинная. В результате, этим улицам идя можно пройти не у станции метро, если точно не знаю, но потому что, благодаря этой пропортиде, даже самосветящиеся системы, даже излучающиеся свет, в молокологом диапазоне, при малом количестве освещенности воспринимаются очень плохо. Так что, кроме всего прочего, эти вещи надо непрактически участвовать. Ну а теперь, вот мы немножко о цветовом зрении поговорили, и последний последний год, как раз регуляция впечатлительности глаза. Как же это удается не слепнуть на исключительно ярком цвету и все-таки что-то видеть почти в полной темноте? Для этого давайте укрутнем на палочку посмотрим. Вот фото-рецептор. Итак, здесь обычные вредочные детали. Как себе упрощенно, а понятно, что резко упрощенно, как можно упрощенно представить себе работу фото-рецептора? Во-первых, здесь внутри мембранная пузырина, описанная, вот такие, из того же самого материала, из которого стеночка клетки, извините, не стенка, а граница клетки построена, из биомембран. Так вот, на этих мембранах собрано светочувствительное вещество, которое называется зрительный пуху. Зрительный пуху или ротоксин. Пару слов о том, какие вещества вообще-то называются фото-пигменты. Что это такое? Ну, понятно, что для вас сейчас фотография, конечно, только цифры. Ясно, что первые 150 лет своего существования фотоаппараты работали не с цифровыми технологиями. А как делалось фотографии? А они, наверное, фотографировали. Это классно. А как фотографировали? Откуда проработали это проражение? Отпечатывалось на пластинке. Что отпечатывалось и почему? Сразу, что свет, свет упал на эту стенку. Почему не возникло изображение на стенке? Ну, это отразилось, но отражалось на пластинке. Да, потом мы бы еще проявляли. А что проявляли? На пленке. Там лежалось на пленку. А потом вот... Сначала на пленке... Хорошо, я взял просто чистую стенку, ложку положил туда аппарат. Нет. Свет в него попал. Светом ведь была зубы. Там остается. Первое контрольное слово. Свет. Шпидельность. И Володина праза. Там остается. Разбираемся, что остается. Дело в том, что есть давно известная химикам соль едиство серебра. Едица серебра. Эта соль при воздействии света становится неустойчивой, разрушается. И в тех местах, где на пленочку, содержащую едиство серебра попал свет, выделяются чистые кристаллы, микро частицы серебра, скопление которых будет образовывать непрожаченное темное петло. В результате, что мы сделаем? Берем едиство серебра, смешали с какой-нибудь пластической основой, желатином, допустим, и нанесли на прожаченную пленку. Или на стеклянную пластику. После этого через линзу сюда направили изображение. В тех местах, где света упало много, едиство серебра перешло в темную фазу, а в тех местах, где света не было, оно тогда стало прожаченое. Нормально пропускает свет. В результате фото-гразия, досвобный перевод, слово какой-нибудь, светорисование, фото-свет, графус, рисунок. Рисунок света. Итак, некоторые вещества меняют свою химическую природу по воздействию света. Артоксин как раз относится к этой группе. Это тоже фото-пигмент. По действиям света молекулы артоксина разваливаются на два разных вещества. Ну, на два сколько, грубо говоря. А эта химическая реакция вызывает на мембране, вот здесь уже, на этой мембране, формирование нервного импульса. Вообще, если он совсем строго говорит, то входы нейроны совершенно уникальная клетка. Если взять нормальный нейрончик, нормальный нервный клеток, и поставить задачку изучить его работу, ну, засунут в него тоничный электродик и отводить электрические сигналы, которые нейроны присылают в свои общие сигналы. Картинка будет выглядеть просто. Вот очень временем. И на приборе у вас будут видны вот такие вот дикие электрические активности. Это нервная клетка, сигналы. Есть воздействие, есть воздействие, есть воздействие, есть, есть. А вот здесь воздействие прекратилось. И сигналы, которые я считаю. А вот с фоторецептором совершенно другая ситуация. Безумная клетка. Отвожу электросигнал от палочки. Картинка выглядит следующим образом. Вопрос. Это уже время. В этот момент я начал замер, в этот момент вышел замер. В какой момент клетка была освещена? Она вот здесь была освещена. То есть фоторецепторы относятся к грунту, спонтанно, активно, к нейронам. Если их не трогать, то эта клетка сама по себе и без всякого сигнала постоянно гонит спайки, постоянно гонит вот эти скачки на переживание. Когда она прекращает это делать? Только, когда ее осветили, только, когда пришел сигнал. Так что, под действием продукта проспадера токсина блокируется образование нервного сигнала на мембране, нервничка замолчала. Хорошо, заблокировали. А теперь, я раз подумаю, а вот эти осколки от токсины куда денутся? Клетка просто выпишет? Да. Да, токсин очень ценное, очень редкое пищуло. Будет ли клетка выбрасывать такие осколки? Можно заносить. Все то, что здесь произошло, будет направлено вот сюда, телом ручка, и нервная клетка потратить свою энергию на какой процесс? На восстановление. На восстановление, на то, чтобы опять собрать из этих осколков целую молекулу ручоксина. Хорошо, собрали и целую молекулу ручоксина направили сюда. И они заедут свою энергию. Хорошо, а сейчас подумаем. Человек попадает в более ярко освещенное место. Сколько ручоксина у вас здесь разваливается? Мало или много? Много. Много. Весь разваливающийся ручоксин идет сюда, его ремонт займет время. На это время сколько у вас здесь ручоксина осталось? Мало. А значит, что будет с чувствительностью глазок в свет? Понять. Понять. На ярком цвету чувствительность глазок в свет упадает. Хорошо, ади-то из ярко освещенного помещения перешли в темное помещение. Много ли молекулы ручоксина разваливается? Нет. Светом немного. А процесс его сборки идет с прежней скоростью. В результате какой поток оказывается мощнее? Синий поток, уводящий ручоксин застанет, или желтый, который выводит? Желтый. То есть в результате количество артоксина в антенне у вас возрастает. Чем дольше вы находитесь в темноте, тем больше активного артоксина здесь ослевает. А значит, что с чувствительностью глаза? Увеличится. Вот видите, как хитро. Чем темнее, тем выше чувствительность системы, потому что почти весь артоксин перешел в рабочую состояние не сел. В результате не будет пропущена ни одна полоса света. Чем светлее, тем больше артоксина выводится из этой грани. Так что глаз сам умеет подстраиваться под уровнем свечения.